11 ноября исполняется 123 года со дня рождения писателя-натуралиста, художника, скульптора Евгения Ивановича Чарушина. За свою жизнь Евгений Чарушин создал немалое количество книг, которые любимы детьми и взрослыми уже более 80-летий. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает познакомиться с книгами замечательного писателя. Иллюстрации Евгения Чарушина украсили детские книги Самуила Маршака, Михаила Пришвина, Виталия Бьянки и других авторов, писавших о животных. Отец Евгения, Иван Аполлонович, был известным в вятке архитектора. Именно он научил сына рисовать. Любовь к животным и природе Евгений получил от матери, которая увлекалась садоводством и животными. В доме всегда было обилие цветов, животных и птиц. Первым рассказом писателя стал «Щур», созданный в 1930 году. Затем были написаны медвежата, волчишка, еж. Эти рассказы представляли собой книжки-картинки, короткие иллюстрированные истории. Забавный рассказ Евгения Чарушина «Щур» о том, как главный герой повествования растерял всех своих домашних питомцев. Их у него было четверо – «Щур», «Волчонок», «Док» и «Черный кот». Жили все в одной комнате, шумно и весело. Однажды автор ушел обедать и забыл закрыть дверь. Вернувшись, он увидел, что кот тянется как чистыми лапами к «Щуру». Тут и началась настоящая суматоха. Однажды охотники принесли из леса двух медвежат. Проскофья Ивановна оставила их у себя, кормила их из соски. Медвежата стали подрастать и сильно баловаться в доме. Хозяйка выпустила их жить во двор. Они и там много бед наделали. Пришлось хозяйке просить приезжего человека забрать их в зоопарк. Чарушин посвятил любимому сыну сборник рассказов – Никитка и его друзья. Это рассказы о серьезном и любознательном малыше Никите, который познает окружающий его мир. О забавных историях, которые происходили с мальчиком, вы узнаете в этом сборнике. В известном сборнике про больших и маленьких собраны добрые истории о животных. В небольших рассказах описывается жизнь детенышей разных животных – утят, зайчат, волчат и других. В книге автор с любовью и вниманием описывает жизнь зверей, учит детей доброте и заботе. Животные, как и люди, бывают большими и маленькими. И, конечно, большие заботятся о маленьких. Утки – о бутятах, медведи – о медвежатах, зайцы – о зайчатах. Они рассказывают и показывают, как находить еду, прятаться от хищников, играть и общаться друг с другом. Рассказы о щенке Томке в сборнике про Томку стали классикой детской литературы. Щенок проводит время с детьми, спит, а дети размышляют о животных, которые снятся Томке. А еще Томка очень хочет научиться плавать, и ребята пытаются ему помочь. Рассказы учат тому, что важно мечтать и фантазировать, а также бережно относиться к животным. Автор подробно описывает, как рос щенок, как научился плавать, как первый раз испугался коровы, как спал Томка и что ему снилось. В сборник «Друзья» содержат в себе выдающиеся рассказы Евгения Чарушина. Автор просто и непринужденно рассказывает об удивительном мире животных и птиц. Эти рассказы прививают детям любовь к природе, воспитывают чувство сострадания и ответственности. Забавный котенок Тюпа, щенок Томка, Мишка и другие герои ждут вас на страницах сборника. В книге Евгения Чарушина «Васька, Бобка и крыльчиха» рассказывается о мальчике и его домашних животных. Мальчик любил кота Ваську, собаку Бобку, и потом ему подарили крыльчиху. Он тоже заботился о ней, сделал ей коробку, но этого было недостаточно, и двух крыльчат утащил кот. Потом он прочитал книгу «Крыльководство» и сделал отличную клетку. «Верный трой» – это рассказ Евгения Чарушина для детей, который трогает до глубины души. Мальчик собрался покататься на лыжах с другом, а пока ждал его во дворе, увидел забавного бульдога на колесиках. У пса по кличке Трой неспроста отнялись задние лапы. Травму собака получила на верной сторожевой службе. Что произошло с преданным бульдогом и как он помог хозяевам, читатели узнают из рассказа. На нашем дворе живут игривая кошка Маруська с котенком, собака Шарик, верный сторож хозяйского добра, курочка с цыплятами, корова-пеструха, свинья-хавронья-красавица и даже верблюд. Короткие истории Евгения Чарушина поведают малышам о повадках и привычках домашних животных. Кот Епифан – это рассказ Евгения Чарушина о дружбе рыбака и его пушистого питомца. Белый кот сам выбрал себе хозяина, заглянув в землянку старого бакенщика. Старик угощает гостя пойманными ершами, и кот остается в его доме, получив гордое имя Епифан. Умное животное скрашивает одиночество пожилого человека. С ним можно поговорить и даже взять с собой на работу, зажигать бакены. Вскоре оказывается, что кот и сам неплохо владеет рыбацким ремеслом, ловит рыбешек когтистой лапой. Медведь и рыбак – это забавная история, поведанная писателем. Проводя весну на Камчатке, герой повстречался со старым мишкой при необычных обстоятельствах. Животное ловило рыбку, зайдя по шею в озеро с прозрачной водой. Навстречу ему плыли с нереста дружные косяки лососей. То-то раздолье для рыбака. К своему огорчению медведь не ел добычу сразу, а делал запас, который тут же уносило течение. Горе рыболов вызывал неудержимое желание смеяться, пересиливающее чувство страха. «Волчишка» – это рассказ Евгения Чарушина, в котором рассказывается о маленьком волке, который оказался в доме уходника. История учит тому, что не нужно отлучать малых зверей от родителей и лишать их привычной среды обитания. Когда лесной гость попал в незнакомое место, ему это очень не понравилось. Да и обитатели дома в виде кота и пса встретили волчонка довольно недружелюбно. Так что пришлось ему забиться под кресло и оставаться там до наступления ночи. Спасибо. 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 Продолжение следует. Продолжение следует...